Всем привет! У меня поселился настоящий монстр муравьиного мира. Это австралийский муравей-бульдог Мирмеция Переформис. В этом видео я расскажу вам, как ухаживал за самым опасным муравьем в мире с момента получения из Австралии до появления первых коконов. С вами канал Собервижн и мы начинаем. Итак, ребята, наконец-то у меня появился один из самых ядовитых и больших муравьев на планете. Это австралийский муравей-бульдог Мирмеция Переформис. Книга рекордов Гиннесса внесла этих гигантов в список самых опасных муравьев в мире. От их укуса погибли три человека, последний из которых умер в 1988 году. Мирмеция Переформис – уникальные охотники муравьиного мира с мощными челюстями, жалом и ядом. Итак, в начале июня я сделал заказ в магазине Анки Пин Депо. Ссылочку на этот магазин я оставлю в описании. И уже через пять дней ко мне приехал настоящий монстр. Таких крупных муравьев я еще не содержал. У матки, кстати, уже было отложено одно яйцо. Офигеть, он здоровый, блин. Вообще класс. Блин, ну и размер. Вообще офигенно. Для временного заселения я подготовил большую самосборную арену. Нижнюю часть проклеил термоклеем, чтобы даже самые маленькие песчинки не могли просочиться между акриловыми деталями. На дно арены я насыпал песок и мелкие камушки различных фракций, а также положил коряшку и несколько камней. Для эксперимента я попробовал подстыковать к арене фармикарий Азия. В него я сразу насыпал мелкий песок. Подключение выполнил через стандартную 8-миллиметровую трубку. Данный эксперимент ни к чему не привел. Матка не полезла в столь узкую трубку, хотя по моим оценкам она вполне может разместиться в самом гнезде Азии. В получившуюся арену была помещена пробирка с маткой. Перед входом в пробирку я поставил тарелочку с медовым сиропом. Сироп я готовлю в пропорции 1 к 4. Одна часть меда к 4 частям воды. Мермеция несколько раз подходила к выходу из пробирки, но так и не решалась выйти. Потом она все-таки набралась смелости и неспешно подошла к тарелочке. Обнаружив в ней сироп, вермеция жадно стала его пить. Из-за ее огромного размера, даже невооруженным взглядом можно увидеть весь процесс трапезы. Посмотрите, как интересно пульсирует ее брюшко. Очень напоминает шершня или какую-нибудь осу. После обеда матка пошла посмотреть на свои новые владения. Она обошла всю арену и изучила каждый угол. Дальше Мермеции предстояло пережить сложный, двухмесячный период жары и нерегулярного кормления. Это не помешало ей заниматься откладыванием яиц. Вначале к одному яйцу прибавилось еще восемь, и все шло неплохо. Но потом яйца пропадали, они становились какими-то темными. Так происходило несколько раз. Королева откладывала яйца, они лежали около недели и снова пропадали. Как по мне, основной причиной было даже не отсутствие ежедневного кормления, а именно низкий уровень влажности в инкубаторе. Решено было не испытывать судьбу, а сделать для нее более продуманный формикарий, в котором можно будет создать подходящие условия. Тут даже думать нечего. Лучше формикария из гипса пока нет. Поэтому в большую самосборную арену был залит приличный слой гипса. После высыхания в паучной болванке я вырезал две большие камеры, просверлил выход из гнезда на арену и подкорректировал сам рельеф. Сверху стандартно налил цементную смесь. Далее в нее я насыпал песок и положил корягу. Как по мне, получилось очень неплохо. В таком доме матка просто обязана поднять свое первое потомство. В полученную конструкцию была помещена пробирка с мермецей. Она долго не думала и за день освоилась в новом гнезде. Питалась она также сиропом. Белок практически не ела. Тараканчики так и оставались нетронутыми. Но вот медовый сироп она готова пить несколько раз в день. После трапезы она всегда закладывает остатки сиропа песком. Так у меня на арене постоянно лежит несколько тарелочек для сиропа, все заваленные песком. В новом доме переформис явно понравилось и уже через неделю появилась кладка яиц в количестве 10 штук. Через 2-3 недели яйца превратились в личинки и начали активно расти. Всего появилось 8 личинок. К сожалению, не всем им суждено дожить до стадии кокона. В этот период я активно начал давать тараканов. Кидал прям в гнездо придавленных туркменов. После этого матка атаковала их и спустя какое-то время несла своим личинкам, которые жадно вцеплялись в тараканов и выедали приличную часть. Спустя примерно сутки-двое Мермеция выносила остатки тараканов на арену, откуда я уже забирал их пинцетом, и предлагал новых. Матку продолжал ежедневно кормить медовым сиропом. По мере роста личинок я решил немножко подстраховаться и засыпать в первую камеру песок. Не хотел экспериментировать с тем, принесет ли матка песок для окукливания сама или нет. Надо было быть уверенным в том, что она это сделает. По каким-то причинам одна из личинок погибла. Она поменяла цвет и матка отложила ее подальше от остальных. Через дней пять она вынесла ее на арену. В гнезде вы можете увидеть колембол и хищных клещей. В небольшом количестве эти товарищи были заселены на арену этого формикария и уже сами выбрали себе место в гнезде. Они должны предотвратить вспышку появления клещей-паразитов, ведь в гнезде достаточно влажно и есть еда. Спустя примерно пять-шесть недель после появления личинок я увидел, как матка засыпала песком одну личинку. Я не стал мешать и заглянул в гнездо только через пять дней. И тут увидел, что появилось уже целых два кокона. Они просто огромные и очень красивые. Теперь надо запастись терпением и месяца через полтора ждать появления на свет первых рабочих. Я думаю, это произойдет ближе к Новому году. В гнезде осталось еще три личинки, две из которых еще имеют средний размер и должны подрасти. Одна личинка была облеплена песком, но по каким-то причинам не смогла сплести кокон. В итоге песок с нее весь был убран. Она стала какой-то белой. Признаки жизни подает. Но мне кажется, она также вскоре окажется наверху рядом с мусоркой. Ну что, ребята, можно сказать, что развитие этой семьи идет хорошо. Появилось два кокона и еще две личинки на подходе. Будем надеяться, что они все-таки сплетут коконы и всего у меня будет четыре новых рабочих. Будем продолжать наблюдать за австралийским бульдогом. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Не забывайте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. Кому понравился выпуск, поставьте лайк. Вскоре увидимся. Всем пока.